Я считаю, что в жизни каждого человека должно быть немного дождливой погоды. Вы по жизни оптимист или пессимист? Я по жизни... Вы знаете, я не знаю вообще, как оптимист или пессимист. Есть такая легенда, когда можно плыть в течение. Можно ему сопротивляться. Я вообще считаю, что я романтик, в общем-то. Я не знаю, это оптимистично или это ощущение жизни, либо пессимистично. Романтика – это... Мне грустно бывает больше, чем весело. И поэтому я держусь на остроте. Увидим его и очень так ярко воспринимаю, и бурно реагирую на новое. То есть это не обязательно отношения с людьми, это все, что угодно. Начинает явление природы, заканчивая там как бы убиением случайного, скажем так, насекомого. Больше у нас есть. Я люблю так гуси, пирог, яблый. Мне нравится этническая музыка очень, этническая. Я собираю этническую музыку разную со всей планеты. И считаю, что я имею на нее право, потому что это моя планета. И все, что на ней происходит, касается меня в первую очередь, потому что я занимаюсь музыкой. Мне нравится изучать какие-то схоластику всякого. Я читаю интересные книги. И литературу, которая доступна, как вот типа Пелевина, вот такие вещи интересные. Как бы видение такое. Мне нравится людей. И пишу стихи. Ну и веду такой образ жизни, который, в общем-то, не нравится пока что. Со мной происходит то, что я планировал в детстве. В общем, я таким образом, я как бы познаю себя и мир. Благодаря тому, что вот я чего-то такого вот где-то вот не выпускал. Я видел страну нашу. Я был во всех вообще городах, селах, деревнях. И я вдруг понял, где я живу и что-то тут находится за моим тылом, за спиной. Вот у меня увидел красотовую мощность. И мне нравится. Говорят, когда Дякелев провожал своих актрис на сцену, он всегда говорил, да храни вас Бог. Вы что-то говорите себе перед выходом на сцену? Да, у нас есть какие-то выкрики такие, что такое кническое. Мы говорим, что как бы вот нанесем в себе. И всякие у нас такие обряд даже небольшой такой. Складываем на руки, делаем. Раз, два, три. И как бы разрываем кокон над головой. И как бы вот. Welcome home. Вот такое. А есть у вас такая мечта, которую невозможно купить за деньги? Вообще мечту за деньги невозможно купить никакую. Ну, это не такой мечты, у которой можно купить за деньги. Есть. А что это? Это даже не тема. Это больше игра, импровизация. Может быть, если брать такой жанр, как общение, там, клише. Мне нравится говорить, думать, писать. Ну, и как бы. Ну, я не знаю, даже. Ну, как. Ну, если относиться вот к этому, вот как к творчеству, о чем вы говорите, то нужно просто как бы знать секреты этого и хранить их. Это же как очень. У меня очень узкий круг, моих друзей. Мы общаемся. Знаете, мы даже не словесно общаемся, а как бы подсознательно. Я вдруг ощутил, что эти люди, которые меня окружают, они просто с моей планеты откуда-то. Вот откуда вот. Я не знаю, откуда просто с моей планеты. Вот эти люди, которые идут со мной уже не одну жизнь, а уже десятки, сотни. Вот я не знаю, сколько вот мне лет. Вот я имею в виду не этих земных, а тех лет. А самая любимая сказка в детстве, если она была? Да, конечно, маленький принцип.